И мы возвращаемся к подведению итогов прошедшей недели. Согласитесь, приятно, когда в финансовых вопросах наступает ясность. Сколько денег, откуда и главное, самое интересное, на что их можно потратить? Так вот, отвечая на эти вопросы, сколько это 40 миллиардов, откуда 80% из федерального бюджета, 20% из Крымова с городским, и на что? На универсиаду. Да, на этой неделе, на первом заседании оргкомитета универсиады в Москве под председательством первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, нам назвали как раз такую цифру. А вот когда мы будем тратить? И как? Это мы обсудим с исполняющей обязанностью министра спорта и молодежной политики Края Сергеем Алексеевичем. Сергей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Так хочется сказать, туризма. Привычка уже. Как вам без туризма? Так же хорошо, как и с туризмом. Да? Сергей Игоревич, вас, наверное, можно поздравить. Ясность в финансовом вопросе универсиад наступила? Ясность в финансовом вопросе действительно наступила. Вы правильно отметили, что состояло заседание оргкомитета, где одним из основных и важных вопросов было утверждение перечни объектов для проведения универсиады. И та сумма, о которой вы говорите, она также была зафиксирована. Это сумма наступила универсиады. Я предлагаю посмотреть сюжет. Наш корреспондент Дина Володина разбиралась, на что конкретно мы будем тратить эти 40 миллиардов. Давайте посмотрим. На этой неделе в Москве стало известно, на подготовку к универсиаде выделят 40 миллиардов рублей. Такое решение приняли на заседании Оргкомитета под руководством вице-премьера правительства России Игоря Шувалова. Деньги будут выделять как из федерального бюджета, это 80%, краевого и городского 20%. У нас значительно меняется ситуация с бюджетным планированием. Поэтому бюджет бюджетом, а это международное обязательство. Нам надо с вами построить все качественно, как мы это делали к универсиаде в Казани. По плану строить объекты к универсиаде должны были начать в 2016 году, но по мнению временно исполняющего обязанности губернатора края Виктора Толокунского строительство и реконструкцию объектов универсиады стоит начать на год раньше. Мы считаем, что времени у нас уже особо нет и надо ускорять процесс. Поэтому я предложил и правительству Российской Федерации, и Организационному комитету, что получив сейчас решение Оргкомитета, мы начнем уже активно формировать технические задания, всю конкурсную документацию для того, чтобы можно было уже в этом году провести конкурсные процедуры и отобрать организации для проектирования всех важнейших объектов с тем, чтобы не упустить строительный сезон 2015 года. Мы хотели бы, чтобы основные стройки были завершены в четвертом квартале 2017 года, чтобы можно было год какие-то тестовые режимы, и все это было бы не с колес. Поэтому вот отсюда и наше, так сказать, ускорение. До конца августа край должен предоставить Министерство финансов основные расчеты, и тогда уже в январе следующего 2015 года региону смогут перечислить деньги на проектирование объектов универсиады. Вроде бы там 2019 год и далеко, но нам хотелось бы, конечно, ускоряться. Конечно, основной объем финансирования и поддержки государственного федерального бюджета будет на 2016-2017 год и 2018 год. Итак, на заседании утвердили перечень обязательных объектов, которые необходимы для качественного проведения универсиады. Подготовка будет комплексной и сразу по четырем направлениям – спорт, медицина, транспорт и жилье. В планах уже к 2017 году в Красноярске построить 12 новых спортивных объектов, в том числе построят две новые ледовые арены. Кроме того, еще пять спорт-объектов будут капитально отремонтированы и четыре реконструированы, в том числе дворец спорта имени Ирыгина. Это основные объекты, это Академия зимних видов спорта, это Сопка, там будут построены комплексы и фристайл, и хафф-пайп, и много чего еще. То есть это будет одна из основных точек. А второе – это у нас будет две ледовые арены, очень крупное у нас спортивное сооружение. Это ледовая арена партизанок-железняка напротив выставочного центра «Сибирь» и ледовая арена «Тихие зори», которая будет располагаться на правом берегу, на съезде с четвертого моста. К 2017 году будут реконструированы две больницы – Краевая клиническая и БСМП. Построены будут вертолетные площадки санитарной авиации и медицинский центр в деревне Универсиады. Саму деревню будут строить параллельно на площадке СФУ. Если говорить в целом, то на территории Сибирского федерального университета планируется построить четыре крупных объекта. Это два крупных комплекса общежитий, университетские перья, это многофункциональный спортивный центр и поликлинику. Модернизируют также и транспортную инфраструктуру города. Появятся новые дороги в районе улиц Дубровинского, Керенского и Копылова. Также возведут и новую развязку в районе «Тихие зори» и купят около 200 новых комфортабельных автобусов. Вместе с этим к Универсиаде построят и четвертый мост, и новый терминал в аэропорту Емельянова. Кроме того, по предложению первых лиц края города Виктора Толоконского и Эдхама Акбулатова и Красноярский регион в целом должны и будут участвовать и в федеральных, и инвестиционных программах. Тех, что помогут дополнительно благоустраивать и развивать городскую среду. Это имеется в виду программы по реставрации, ремонту памятников истории и культуры в Красноярске. Много, но есть специальная федеральная программа. Это программа расселения аварийного и ветхого жилья, капитального ремонта жилья. Это программы, инвестиционные программы естественных монополий. Ну, например, с федеральной сетевой компанией МРСК по развитию сетевого электрохозяйства, подстанции. Это некоторые экологические программы. Ну, вот такой сюжет подготовила наша редакция. Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, какие шаги будут предприняты сейчас, вот в самое ближайшее время? Ну, самые первые шаги, безусловно, это работа с бюджетом. Вот, работа с федеральным бюджетом. Потому что мы знаем, что август месяц – это то время, когда формируется бюджет 2015 года и плановый период 2016-2017 года. И мы к этой работе готовы. И сейчас по этим направлениям с федеральными органами исполнительной власти мы, естественно, будем, уже ведем, будем вести плотно работу для того, чтобы те суммы, которые были зафиксированы на оргкомитете, попали уже в бюджет. Это первое. Второй момент, который сейчас у нас очень важен – это проектно-сметная документация. По ряду направлений она у нас есть. По ряду направлений формируется техническое задание. Вот, и конец 2014 года и начало 2015 года – это будут все шаги, и сам 2015 год – это будут все шаги, которые связаны с проектно-сметной документацией по всем направлениям. Есть определенные требования, и мы должны пройти не только нашу экспертизу, мы должны пройти федеральную экспертизу, мы должны согласовать, если брать спортивные объекты, с российскими международными федерациями по видам спорта. Вот как раз в Казани, говорят, одна из ошибок была в том, что согласовывать с федерациями начали на этапе уже строительства, и приходилось очень многое переделывать, и с теми же телевизионщиками согласовывать начинали на этапе строительства. В том числе, то есть мы посмотрели эту работу, и считаем, что нам не объективно спланировать ее нужно так, чтобы согласование прошло именно на уровне технических заданий, чтобы все коллеги согласовали, внесли свои дополнения. Ну, безопасность же еще. Естественно, безопасность, естественно, телевидение, естественно, все, что необходимо для проведения соревнований – это международные правила и требования согласования с федерациями. Эту работу мы будем проводить в ближайшее время. Уже есть договоренности с федерациями? Безусловно, мы принципиально уже с рядом федераций проговорили, есть понимание нашего взаимодействия, я думаю, что мы в оперативном порядке будем откликаться на те требования, которые необходимы для проведения крупных соревнований в федерации, и, конечно, получим все согласования и надеемся на помощь и поддержку, как наших всероссийских федераций, с ними уже диалоги мы со всеми провели, так и международных. Интересует вот такой вопрос. Сергей Игоревич, все ли объекты, которые планировалось построить или реконструировать, все ли они попали в окончательный список? Да, скажу да, потому что те объекты, которые были заявлены, эти объекты были отражены в том перечне, который был согласован абсолютно по всем четырем направлениям этого перечня. Безусловно, одни из важных объектов, без которых нельзя проводить соревнования, это спортивные объекты. И все, что касается восьми обязательных видов спорта и двух видов спорта опционных, все будет соответствовать тем требованиям проведения соревнований. Как объекты соревновательные, есть еще перечень объектов тренировочных, которых мы тоже должны сделать, согласно регламента проведения. То есть эти объекты попали. Ряд объектов будет строиться, ряд объектов будет у нас реконструироваться и ряд объектов будет ремонтироваться. Но большая, очень много будет строиться в Академии зимних видоспорта, насколько я знаю, да? Безусловно, основной перечень – это Николаевская сопка. Девять объектов будет построено именно там. Три объекта, шесть объектов – это сама Николаевская сопка, трассы, слоп-стал, хав-пайп, могул, карабатика. Все, что касается коротких дисциплин борткросса – это Николаевская сопка. И так называемое ядро «Радуга», где у нас находится сейчас детский, был детский лагерь «Радуга». На этом ядре будет стадион лыжный, и там будут проходить соревнования по лыжному ориентированию. То есть у нас вот это ядро – это мощное строительство, девять объектов будет именно там. Планы-то большие, а вот хватит ли денег? Или придется где-то дополнительные какие-то средства? Знаете, безусловно, мы просчитывали цифры, которые были озвучены, на взятание с потолка. Но мы понимаем, что когда будет каждый объект спроектирован, тогда будет четкое понимание до копейки, сколько это будет стоить. Но ведь цифра, в принципе, она была понятна изначально, потому что самая первая цифра, которая называлась по универсиаде – это была 40 миллиардов. Потом уже там, говорит, кто-то 50, называлась 76. Но вот 40 миллиардов – это была первая конкретная цифра, с которой все и начиналось. Вот, в принципе, мы к ней пришли. Но это, я так понимаю, только на строительство. Это только на строительство? Только на строительство, да. То есть, потому что там планируется еще провести ряд тестовых соревнований, да? Безусловно. Есть еще одна сумма, так называемый операционный бюджет. Туда входит вся работа с дирекцией, туда входит тестовые соревнования, эстафета огня универсиады, открытие, закрытие. И эта сумма на сегодняшний день тоже порядка чуть более 7 миллиардов рублей, и она также есть в бюджете. Ну вот, что касается тестовых соревнований, уже понятно, по каким видам спорта они будут проводиться? Потому что это тоже зрелище, это тоже подарок Краснояртика. Конечно. Мы в 18-м, за год до самого мероприятия, мы должны провести тестовые соревнования. Мы начали эту уже работу, и сейчас формируются заявки в Российские Международные Федерации для того, чтобы принять соревнования. Мы должны обкатать те спортивные объекты, которые будут участвовать в самих соревнованиях. Мы должны обкатать судейскую бригаду волонтеров. Безусловно, мы постараемся заявиться на студенческие, международные соревнования, юниорские соревнования и взрослые соревнования. Более того, я скажу, что мы сейчас плотно ведем работу на 17-й год чемпионат мира по лыжному ориентированию взрослой. И мы, скажу так, что близки уже на финишном пути, и я надеюсь, что чемпионат мира пройдет в Красноярске. А с хоккеем, с мячом у нас что-нибудь стало понятно или нет? С хоккеем, с мячом, скажу так, безусловно, это наш приоритетный базовый вид спорта, но в перечне объект, в перечне видов спорта универсиады на сегодняшний день его нет. Соответственно, пока говорить о том, что будет или не будет преждевременно, но сегодня ситуация вот такая, она объективная. Да, хотелось бы, потому что команда чемпион страны все-таки в нашем городе и живет. Кстати, вот по поводу реконструкции. Ерыгин же будет реконструироваться, да? И я слышал, что там будут проводиться соревнования по хоккею, если не ошибаюсь. То что, в Ерыгин лед вернется? Там будут соревнования проводиться по керлингу, потому что изначально мы планировали, что будут соревнования по женскому хоккею, но когда приезжала к нам комиссия офису, мы с вами вместе решили, что требования для проведения соревнований по хоккею, и они жестче, чем соревнования по керлингу. Это и количество раздевалок, их должно быть 10. Мы соревнования по керлингу проводим, планируем провести во дворце Ерыгина. Это действительно так. Сейчас существуют механизмы, когда может оперативно монтироваться айсмат или до установки, вот, и проводить соревнования. Да, да, лед туда вернется. Ну, это здорово, потому что детские воспоминания на соревнованиях Ерыгина со льдом, это было здорово. Когда все начнется? Я бы сказал, что уже все началось. Все началось. 15-й год проектирования, активное строительство, 16-17-й год. Спасибо за то, что так все о подробном разъяснили. У нас в гостях был исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики Сергей Алексеев. Ну, а мы, дорогие друзья, перейдемся и после паузы. После паузы у нас будет другая тема, и в гостях у нас еще один министр Сергей Еремин. И мы будем говорить о судьбе 4-го моста и развязке на Брянской. Оставайтесь с нами.